Всем привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал Нафиса Уфа. Как и обещала, хочу вам показать письменный стол, который мы купили от девочки, первокласснику Алие. У сына есть отдельный стол компьютерный с кроватью, но на втором этаже у него кровать. Вот такой вот у нас стол. Подбирали мы свет под мебель. Если вы также смотрите меня давно, то у меня и комоды, и шкафы, и купе у нас. И мой туалетный столик такого цвета. Цвета орех. Нравится мне, как-то более светлым выглядит. И вот такой вот у нас стол. Очень много полок. Три, которые из них открываются и закрываются. Также здесь удобный, ниже вот полочка для сумки вообще будет удобно. И этот письменный стол у нас 3600 рублей плюс 5% скидки. 3,4 с копейками получился. Надеюсь, ей будет удобно. Такой большой стол. И вот такие вот здесь. Это уже Алиюшка. Аж я испугалась, что там игрушка стоит. Вот здесь две полки. Также здесь. Думаю, что все поместится. Я вам обязательно во влог, в обзор добавлю, когда мы все здесь уже поставим. Все ее книги положим, тетради. А две полки открытые. И также здесь вот. Мне неудобно планшет вот. Также по две полки. Мне нравится вот эта обычная такая, не дорогая мебель. Не белая. С черными. Были там и белые, и с черными. Но у нас такой мебели нет. И напишите в комментариях, как вам. Также думаю, что иногда буду даже снимать обзоры. Потому что здесь вот окошко, светло, светлый обои и как бы светлый стол буду снимать. Вот такой он у нас интересный. И наверху можно все ставить. Книжки. Все поставим на свои места и все вам покажем. Всем до новых встреч. Также сегодня хочу оставить отзыв о наборах отверток. Отвертки. Вот здесь у нас в наборе 6 штук. С фикс-трайсом. Сегодня письменный стол собирал муж. Ну, также мы тоже с сыном помогали. И он сказал, что, как бы сказать, вообще не стоит тратить деньги, хоть и 50-55 рублей, на такие отвертки. Потому что он сказал, что хватило крутить, чтобы саморезы на 10-15 оборотов. И все. Вот они вот. И он сказал, что это сырой металл. Вот я вспоминаю слова, которые он мне говорил. Сырой металл. В общем, вообще мы толком. Можно просто выкинуть эти отвертки. И не стоит покупать вообще. Думаю, что и такие отвертки в фикс-прайсе. Был один опыт. И будем теперь знать, что хоть и 50-55 рублей, то не стоит. Лучше уж добавить 100-100-150-200 рублей и купить одну нормальную качественную отвертку. Ну, в общем, вот сегодня мы собирали. Пытались собрать. Двери, когда вот закрепляли саморезом, то не стоит. В общем-то. Хотела свой отзавить, так же отзыв ставить. Кому может, будет интересно. Вот и обустроили письменный стол, уголок школьника. Пригодились все коробки с фикс-прайса. Здесь у нас резинки для волос. Так же поставили. Вот коробочки. Они все полные. Там запасные карандаши, ручки, линейки. Все в закрытом виде. Также вот кружевная полочка двухэтажная с фикс-прайса. Ну, посмотрим, оставим или нет. Алиушка колокольчик свой положила. И здесь у нас вот тетради. Тут все для труда. Цветные бумаги, рабочие тетради. Также вот такая вот коробочка. Подставка для книг. Здесь пока все пусто. Тоже вот коробочка кружевная. Далее здесь папки для труда. Тоже полные. Кеды поставили. Пока у нас физкультуры нету. Также вот это место, которое я вам показала. Самая нижняя полка открытая для портфеля. Удобно, в общем, не будет мешать. И далее здесь вот. Здесь еще есть вот такая вот полка маленькая. Здесь вот такие вот книжечки. Вот так все. Ну, и на этом все, наверное, что хотела вам показать. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. На фейсах уфа. Субтитры сделал DimaTorzok